Беседа 17, 10.1 Римлянам. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Апостол намерен опять обвинить иудеев, и притом сильнее прежнего, потому он опять отклоняет от себя всякое подозрение в неприязни и пользуется большим предварительным разъяснением. Не обращайте внимания на слова и обличение, говорит он, а на то, что я возвещаю это не с враждебным расположением. Не свойственно ведь одному и тому же лицу желать иудеям спасения, и не только желать, но и молиться об этом, и в то же время ненавидеть и отвращаться от них. А по словам благоволения апостол разумеет здесь именно сильное желание. Заметь, что и молитва его приходит от сердца. Не о том он прилагает великую заботу и молится, чтобы иудеи избегли наказания, но чтобы и спаслись. И не здесь только, но и в следующих словах апостол обнаруживает благорасположение, какое имеет к иудеям. Он с великим усилием старается сколько можно извинить иудеев и ищет для них хотя бы некоторые тени оправдания, и однако же не успевает в этом, будучи побежден свойством дел. Ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению. Итак, это достойно извинения, а не осуждения. Если они были отвергнуты не по человеческой своей природе, а по ревности, то справедливее жалеть их, нежели наказывать. Но заметь, как апостол мудро и угодил им словом, и обнаружил неуместное их любопрение. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Говорит он, еще предлог к извинению, который впоследствии усиливает обвинение и лишает всякого оправдания. Этими словами он показывает, что иудеи впали в заблуждение, больше по упорству и властолюбии, чем по неведению. И даже не представили той праведности, какая требуется законом. Что апостол и выразил словами, ища поставить. Впрочем, ясно апостол не раскрыл этого, так как не сказал, что он не лишен и той, и другой праведности. Но со свойственным ему благоразумием сделал только весьма вразумительный намек. Если иудеи усиливались еще представить законную праведность, то ясно, что не представили. А если не покорились правде Божией, то и лишились ее. Праведность же иудеев апостол называет собственной, или потому, что закон не имел уже силы, или потому, что она приобреталась с трудами и потом. А правдой Божией он называет праведность от веры, потому что она приобретается единственно по благодати свыше. И мы оправдываемся не трудами, но по дару Божию. Но те, которые постоянно противятся Святому Духу и усиливаются оправдаться посредством закона, далекие от веры, будучи же далекими от веры, и не получив оправдания даруемого верою, а равно не имея возможности оправдаться законом, они все потеряли. Потому что конец закона Христос – к праведности всякого верующего. Заметь благоразумие Павла. Так как то и другое он назвал правдой, то чтобы уверовавшие из иудеев не подумали, что они имеют одну правду и лишены другой, и потому обвиняются в беззаконии. Ведь им, как новообращенным, надлежало еще опасаться, и чтобы иудеи опять не предполагали исполнить правду и не говорили. Если мы доселе не исполнили, то без сомнения исполним. Смотри, что делает апостол. Он доказывает, что праведность одна, что законная праведность заключается в праведности по вере, и кто приобрел праведность по вере, тот исполнил и праведность законную. А кто отверг первую, тот лишился и последней. Если Христос есть цель закона, то не имеющий Христа хотя бы и думал, что имеет праведность, однако не имеет ее, а имеющий Христа хотя бы и не исполнил закона, всего достиг. Цель врачевания – есть здоровье. Как тот, кто может сделать здоровым, хотя бы и не знал врачебного искусства, все имеет, а не умеющий вылечить хотя бы и думал, что следует искусству. Всего лишается. Так бывает относительно закона и веры. Кто имеет веру, тот достиг цели закона, а кто вне веры, тот чужд и веры, и закона. Чего желал именно закон? Сделать человека праведным. Но он оказался бессилен, потому что никто не исполнил закона. Такова была цель закона, к этому все клонилось. Для этого все совершалось, и праздники, и заповеди, и жертвы, и все остальное, чтобы человек оправдался. Но этой цели, вернее, достиг Христос посредством веры. Итак, не бойся, говорит апостол, что ты нарушаешь закон после того, как пришел к вере, и тогда приступаешь к закону, когда по причине закона не будешь веровать во Христа. Когда же уверуешь в Него, тогда ты исполнил и закон даже гораздо больше, потому что ты достиг гораздо большей праведности. Такую свою мысль апостол подтверждает и Писанием. Моисей пишет правду, которая от закона, говорит он. Это значит, Моисей показывает нам, в чем состоит законная праведность и какова она. Итак, в чем она состоит и как приобретается? Исполнением заповедей. Исполнивший, говорит, жив будет, говорит он. Сделаться праведным по закону нельзя иначе, как исполнивший все заповеди. Но это никому не оказалось возможным. 711. Итак, праведность, это уничтожилось. Но скажи нам, Павел, о другой праведности, о праведности по благодати? В чем она состоит и как приобретается? Выслушай, насколько ясно апостол описывает ее. После того, как он обличил праведность по закону, он переходит к праведности по благодати и говорит. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа, свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых, возвести. На что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. И так, чтобы иудеи не могли сказать, каким же образом нашли большую праведность те, которые не нашли меньшей, апостол приводит бесспорное доказательство, что новый путь легче прежнего. Там требовалось исполнение всех заповедей. Когда все исполнишь, жив будешь. А праведность от веры не то говорит. Но что же именно? Если исповедуешь устами твоими, Господа Иисуса, и сердцем будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потом, чтобы вследствие доказательства, что путь этот удобен и легок, не показалось, что он не стоит и внимания, смотри, как апостол распространяется о нем. Не тотчас приступил к тому, о чем мы сказали. Но что говорит? А о праведности от веры что говорится? Как нерадение и расслабление, а бессиливающие труды сопротивляются добродетели, обнаруживающиеся в делах, и нужна сильно бодрствующая душа, чтобы не уступить. Так и всякий раз, когда необходимо уверовать, возникают помыслы, возмущающие и расслабляющие мысли многих. И чтобы отразить их, нужна душа, исполненная сил. Потому апостол обнаруживает эти самые помыслы, и как поступил, рассуждая об Аврааме, так делает и здесь. Доказавши там, что Авраам оправдался верой, апостол, чтобы не подумали, что он приобрел столь великий венец напрасно и даром, восхваляет свойства веры и говорит. Римлянам 4, воль 17. Упование, а в уповании веровал, чтобы быть ему отцом многих народов. Этим апостол доказал, что Аврааму нужны были и дела, и душа возвышенная, принимающая то, что выше надежды, и не соблазняющаяся видимым. Так он поступает и здесь, и доказывает, что нам необходим ум любомудрый, воля сильная и стремящаяся к небесному. Не сказал просто, не говори, но да не скажешь в сердце твоем. То есть даже не подумай, сомневайся и сказать самому себе, как это возможно. Видишь ли, что в том преимущественно и состоит свойство веры, чтобы отвергнув все земные соображения, искать того, что выше природы. И отринув слабость помыслов принимать все при помощи всемогущества Божия. Иудеи не только это говорили, а также и то, что оправдаться от веры невозможно. Но апостол то же самое прилагает и к другому событию, чтобы показавшую, что оно настолько важно, что и по исполнении своем требует веры, этим убедить, что справедливо сплетать венец верующим. И он пользуется изречением Ветхого Завета, стараясь всегда избегать обвинений в нововведениях и в противоборстве ему. То, что апостол говорит здесь о вере, Моисей говорил иудеям о заповеди, доказывая, что они получили от Бога множество благодеяний. Нет нужды говорить, рассуждает апостол, что должно взойти на небо или переплыть обширное море, и тогда получить заповеди, так как Бог сделал это столь великое и трудное дело удобным для нас. Что значит «близь тебя», говорит, то есть «легко, потому что спасение у тебя в сердце и на устах». Тебе не нужно для своего спасения предпринимать дальний путь, переплывать море, переходить горы. Напротив, если ты не желаешь даже переступить и порог, то можешь спастись и сидя дома, потому что средство ко спасению у тебя на устах и в сердце. Потом, приводя новое доказательство относительно легкости слова веры, апостол говорит, что Бог воздвиг Христа из мертвых. По мысли о достоинстве совершившего, и ты более не увидишь никакого затруднения в этом деле. Итак, что Христос есть Господь, это видно из воскресения, как апостол сказал и в начале послания. Нареченным Сын Божий из воскресения от мертвых. Римлянам 1.4. А что и воскресение возможно, это и для совсем неверующих доказано силой, совершившего его. Итак, как скоро оправдание и очень важно, и легко, и удобно приемлемо, даже иначе оправдаться невозможно, то не крайнее ли это упорство, оставив удобное и легкое, браться за невозможное? Ведь никто не может уже сказать, чем отказался от дела по трубности, что отказался от дела по трудности его. 713. Замечаешь ли, как апостол лишает иудея всякого извинения? Какого в самом деле оправдания заслуживают те, которые избирают самое трудное и неисполнимое, а оставляют легкое и могущее их спасти, чего и самый закон не в состоянии был дать? Все это доказывает не что иное, как только упорную волю противящихся Богу. Закон обременителен, а благодать легкая. Закон и при бесчисленных усилиях не спасает, а благодать дает оправдание как благодатное, так и законное. Итак, что скажут свое оправдание те, которые упорствуют против благодати, и без пользы и цели держатся закона? Потом, так как апостол сказал нечто важное, он опять удостоверяет в этом Писанием и говорит. И вот Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Замечаешь ли, как апостол приводит свидетельство о вере и о исповедании? Когда, говорит, всякий верующий указывает на веру, а когда, говорит, всякий, кто призовет, разумеет исповедание. Потом, снова возвещая общность благодати и не излагая надменность иудеев, апостол в кратких словах напоминает о том, что выше доказал пространно. И опять подтверждает, что нет разности между иудеем и необрезанным. И что выше, когда доказал это, говорил об отце, то говорит здесь о Христе. Как выше, раскрывая то же самое, сказал, или Бог только иудеев, а не и язычников, да и язычников, так как один Бог, Римлянам 3.29. Так и здесь, говорит, есть тот же Господь всех, богатый во всех и во всех призывающих Его. Видишь ли, как апостол доказывает, что Бог сильно желает нашего спасения, так что считает Его даже своим богатством. Потому иудеи ныне не должны отчаиваться и думать, что они не могут быть прощены. Хотя бы и пожелали покаяться, считающий наше спасение своим богатством, не перестанет обогащаться, так как и изливать дар на всех для Него также есть обогащение. А так как иудеев особенно смущало то, что прежде они пользовались преимуществом пред всем человеческим родом, а теперь ради веры не извергается с их престола и не имеет никакого преимущества перед остальными, то апостол неоднократно делает указания на пророков, которые предвещают им о таком равенстве. Ибо всякий, верующий в Него, не постыдится, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И чтобы не было возражений, в том или другом месте поставлено слово «всякий». Нет ничего хуже тщеславия. Оно имеет, именно оно, больше всего и погубило иудеев. «Потому и Христос сказал, как вы можете веровать, когда славу друг от друга принимаете, а славы которой от единого Бога не ищете» Иоанн 5, 44. «Тщеславие вместе с гибелью и возбуждает большой смех и, прежде еще будучи в наказании, навлекает здесь бесчисленные бедствия. Если угодно тебе знать, это мы, не касаясь пока небес, откуда тщеславие низводит нас и гиенна, в который оно извергает, рассмотрим все то, что оно производит здесь. И действительно, что может быть вреднее, постыднее и тяжелее тщеславия? Что болезнь эта причиняет убытки, доказывается бесполезными и напрасными издержками на театры, ресталища и на другие столь же ненужные развлечения, вроде постройки великолепных и пышных домов и всяких других излишних сооружений, чего теперь нельзя и описать. Всякому же известно, что человек, расточительный, любящий пышность и страдающий болезнью тщеславия, по необходимости делается похитителем и коростолюбцем. Чтобы доставить пищу этому зверю, он налагает свои руки на чужое имущество. И что говорить об имуществе? Этот огонь пожирает не только деньги, но и души, уготовляет не только настоящую, но и будущую смерть. Тщеславие есть мать Гиенны, сильно воспламеняет адский огонь и ядовитого червя. Всякому известно, что оно и на мертвых простирает свою власть. А что может быть хуже этого? Все прочие страсти прекращаются со смертью, а тщеславие после кончины продолжает свои действия, и над умершим телом силится показать свое свойство. Когда умирающие заботятся, чтобы им были поставлены великолепные памятники, на которые надобно истратить все их имущество, и стараются и в гробе показать необыкновенную пышность. Когда люди при жизни за один овал или кусок хлеба оскорбляли подошедших нищих, а умирая готовят червю обильную пищу, то какую власть ты найдешь мучительней этой болезни. От этого же зла рождается и нечистая любовь, так как многие вовлечены в прелюбодеяние ни красотой лица, ни похоти совокупления, но желанием похвастаться. И я соблазнил такую-то и вовлек в любодеяние. И нужно ли говорить о других пороках, которые произрастают отсюда? Я предпочел бы выше быть рабом у множества варваров, чем у одного тщеславия, так как варвары не повелевают того пленникам, что приказывает тщеславие своим подчиненным. «Будь слугой всех, — говорит оно, — будь ли оно знатнее тебя или незначительнее, не родей о душе, не заботься о добродетели, смейся над свободою, жертвуй своим спасением. А если сделаешь какое-либо добро, то делай не из угождения Богу, но напоказ людям, чтобы от них получить себе венец. Если подашь милостыню или постишься, труд перенеси, а пользу старайся погубить, что может быть бесчеловечнее таких требований. Отсюда ведут свое начало и зависть, и высокомерие, и сребролюбие, мать всех зол. Толпа рабов, одетая в золото варвары, тунеядцы, льстецы, высеребряные колесницы и многое другое, что и того смешнее, употребляется не для удовольствия и пользы, но из одного тщеславия. Да, — говоришь, — ты всякому известно, что страсть — это зло. Но как нам избежать ее? Вот о чем следует сказать. Главное, если ты вполне убедишь себя в том, что эта болезнь тяжела, то сделаешь самое лучшее начало к исправлению, потому что и больной немедленно ищет врача, как скоро прежде всего узнает, что он болен. А если ты ищешь и другого пути избежать проистекающего отсюда зла, то взирай непрестанно на Бога и довольствуйся славой, исходящей от Него. Если ты заметишь, что страсть эта подстрекает тебя и побуждает рассказать о заслугах своих собратьям, то ты прежде всего размысли, что из этого рассказа не произойдет для тебя никакой выгоды. Угаси нелепую страсть и скажи душе своей, «Вот сколько времени ты мучилась, чтобы рассказать о своих заслугах!» И не могла сохранить молчание. Но всем объявила, какая же от этого тебе польза. Польза никакой, а вред всем большой. Потеря всего того, что ты собирала, собиралась с великим трудом. А после этого подумай о том, что приговор и суд народа ошибочны. К тому же и скоро исчезают. На час они удивляются, а как скоро миновало время, обо всем забыли. Венец, здорованный тебе Богом, похитили, а своего сохранить для тебя не сумели. Даже если бы людской венец остался у тебя, то было бы весьма жаль променять его на венец Божий. А когда и его не остается, то какое оправдание бы мы будем иметь в том, что за приходящее отдаем неприходящее? И за похвалы немногих теряем столь великие блага. И хотя бы многие воздавали тебе похвалы, все они достойны сожаления. И тем больше, чем больше число людей, делающих это. Если ты удивляешься сказанному, послушай, как сам Христос подтверждает это. «Горе вам, — говорит он, — когда все люди будут говорить о вас хорошо, — Лука 6, 26. И совершенно справедливо. Если во всяком искусстве судьями следует избирать художников, то как же ты оценку добродетелей вберяешь в толпе, а не тому, кто больше всех сведущ в этом, кто может и одобрить, и увенчать? И так напишем Слово Христово на стенах, на дверях и в сердце. И постоянно будем говорить сами себе «Горе нам, если все люди будут говорить о нас хорошо». Потому что и те самые, которые говорят о тебе хорошо, впоследствии осуждают тебя, называют тщеславным, тщесолюбивым, пристрастным к людским похвалам. Но не так делает Бог. Когда он увидит, что ты любишь славу его, тогда особенно похвалит тебя, удивится и возвестит о тебе. А человек не так, но считает тебя не свободным, а рабом, и часто угождает тебе ложной похвалой, состоящей в пустых словах, обыкновенно похищает у тебя истинную награду и подчиняет тебя себе больше, чем купленного раба. Ведь господа имеют рабов для того, чтобы они слушались их в том, что приказано. А ты служишь и без приказаний. Ты не ждешь, чтобы услышать что-нибудь от них, но как только узнаешь, чем можно угодить им, все делаешь, хотя бы они и не приказывали. Какой же гиенны достойны будем мы, которые услаждаем дурных людей и служим им, прежде, нежели прикажут, а вовсе не слушаем Бога, несмотря на то, что Он ежедневно нам приказывает и увещевает. Если ты любишь славу и похвалы, то избегай похвалы человеческой, и тогда приобретешь славу, уклоняйся от людских одобрений, и тогда получишь многие похвалы и у Бога, и у людей. Ведь и мы обыкновенно больше всего прославляем того, кто презирает славу, обыкновенно хвалим и удивляемся тому, кто ни во что ставит похвалы и удивления. Если же мы так поступаем, то тем более Бог всяческих. А когда Бог восхвалит тебя и прославит, кто может быть счастливее тебя? В самом деле, каково различие между славой и бесчестьем, таково же различие между славой небесной и человеческой. Лучше же сказать, гораздо больше, до бесконечности. Если же человеческая слава ни с чем не сравнима, постыдна и безобразна, то рассуди, какой окажется ее гнусность, когда сопоставим ее со славой небесной. Как блудная женщина, находясь на кровле, отдает себя всем, так поступает и рабы тщеславия, а вернее сказать, они даже гнуснее и блудниц, потому что блудницы нередко пренебрегают некоторыми из полюбивших их, а ты предлагаешь себя всякому, и беглецам, и разбойникам, и мошенникам. При помощи таких и подобных лиц устраиваются вами зрелища, возбуждающие похвалы, и тех самых, из которых каждый сам по себе, по твоему же мнению, ничего не стоит, ты, когда они собраны вместе, предпочитаешь собственному спасению. Этим показываешь, что ты бесчестней каждого из них. 717. Как же ты не бесчестней, как скоро имеешь нужду в их похвалах, и не бываешь доволен сам собой, если не приобретешь славы от других. Кроме всего этого, скажи мне, неужели ты не понимаешь, что, будучи человеком знаменитым и всем известным, ты имеешь бесчестное множество обвинителей, если согрешишь, а оставаясь в неизвестности, ты будешь в безопасности? Да, говоришь ты, зато и заслугам моим удивляется бесчестное множество людей. Но в том и несчастье, что болезнь тщеславия вредит тебе не только тогда, когда ты грешишь, а и тогда, когда оказываешь заслуги. И в одном случае она подвергает тебя бесчисленным укоризмам, а в другом же лишает всей награды. Гибельно и исполнено всякого бесчестия любить славу в делах гражданских. А когда та же страсть овладевает тобой в делах духовных, тогда какое оправдание останется тебе, не желающему воздать Богу такой же чести, какой сам требуешь от домашних. Ведь и раб смотрит в глаза господину, и наемник обращает внимание на хозяина работы, который должен выдать плату. И ученик смотрит на учителя, а у тебя все напротив. Ты, оставив нанявшего тебя Бога, и владыку смотришь на собратьей, хотя сам знаешь, что Бог и впоследствии будет помнить твои заслуги. А человек помнит только в настоящем. Для тебя уготовано зрелище на небе, а ты собираешь зрителей на земле. Борец, где подвизается, там ждет тебя и одобрение. А ты, подвизаясь для горнего, заботишься получить награду долу. Что может быть хуже такого безумия? Посмотрим же, если угодно, и на самые венцы. Иной состоится из высокомерия, иной из зависти к другому, один из насмешки и лести, другой из денег, а иной из рабского служения. Как дети во время игры возлагают друг на друга венки из травы, и часто, увенчав кого-нибудь так, чтобы он сам не заметил, смеются над ним сзади. Так и теперь те, которые тебя хвалят, часто сами между собой смеются, возложив на тебя траву. И пусть бы еще только траву. Но их венец причиняет нам большой вред и губит все наши заслуги. Итак, рассуди его, ничтожности его, избегая вреда. Сколько, по твоему мнению, должно быть хвалящих тебя? Сто человек или вдвое? В трое, в четверо больше? Даже если хочешь в десять, или в сто раз больше, пусть будет, если угодно, две, четыре, десять тысяч рукоплещущих. Но они ничем не отличаются от каркающих ворон. А если ты представишь себе зрелище ангелов, то эти рукоплещущие окажутся ничтожнее червей, а их одобрение слабее паутины, дыма, сновидения. Послушай, как Павел, в точности узнавший людскую славу, не только недомогается ее, но и отвращается, говоря, А я не желаю хвалиться ничем, только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Галатам 6.14 Итак, и ты возревнуй об этой похвале, чтобы не разгневать Бога, Господа. А ища похвалу людской, ты бесчестишь не только тебя, но и Бога. Будучи живописцем, имея у себя ученика, ты сам не перенес бы равнодушно, если бы он не стал тебе показывать произведение своего искусства, а выставил бы картину на показ простым зрителям. Если это обидно для собратьей, то гораздо более для владыки. А если хочешь знать, какие еще есть побуждения презирать людскую славу, то будь исполнен высоких мыслей. Смейся над видимым, возрастай в любви к истинной славе, исполнись духовных помыслов, скажи душе своей, как говорил Павел. Не знаете ли, что мы будем и ангелов судить? И возбудив ее этим, разуми и скажи, неужели ты, судящая ангелов, желаешь, чтобы тебя судили нечисто и хвалили, как хвалят плесунов, рецидеев, звероборцев и наездников, которые стремятся к таким именно похвалам? А ты постарайся быть выше этих кликов, подражая пустыножителю и Анну, узнай, как он презирал народную толпу, и, видя ли спецов, не обращал на них внимания. Когда же все жители Палестины собрались вокруг него, удивлялись им и приходили в изумление, то он не хвалился и такой чести, но восставал против них и обращаясь к многочисленному народу, как к ребенку, поражаясь такими укоризмами, «Змеги!» Порождение Ехиднины! Хотя они сходились и оставляли города для него, чтобы видеть эту священную главу, однако ничто не смягчило Иоанна. Так он далек был от славы и свободен был от всякой гордости. И Стефан, видя, что опять тот же народ не чтит гордости, что не чтит его, но неистуствует и скрижещет зубами, поставив себя выше их гнева, говорит «Жестаковыеные люди с необрезанным сердцем!» И Илья в присутствии войска, царя и всего народа сказал «Долго ли будете хромать на оба колена?» Но мы всем льстим, угождаем, покупая себе этим раболепным служением их почтение. Вследствие этого все переменилось. Мы лишились благодати первых веков. Дела христианства пришли в упадок и все пренебрежено для людской славы. Итак, искореним страсть, и тогда вполне узнаем свободу, найдем пристань и тишину. Ведь тщеславный подобен обуреваемым волнами, всегда трепещет, боится и служит очень многим господам. А кто находится вне этой мучительной власти, тот подобен достигшим пристани и наслаждающимся полной свободой. Но не таков тщеславный, который скольким бы ни был известен, столько же имеет и господ, и всем вынужден служить. Как же нам освободиться от этого тяжкого рабства, если возлюбим другую славу, славу истинную? Как влюбленных в красивое лицо обыкновенно отвлекает от этой любви другое лицо, которое красивее прежнего, так и пристрастных к людской славе может отвлечь от нее слава, воссиявшая с небес. Потому обратим взоры на эту последнюю, узнаем ее в точности, чтобы, удивившись красоте ее, избежать нам позора славы мирской и насладиться многим удовольствием, непрестанно утешаясь славой небесной, достигнуть которой и досподобимся все мы благодатью и человеколюбьем Господа нашего Иисуса Христа, в котором Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь.